В этот день 30 ноября родились В этот день 30 ноября 1700 года состоялась крайне неудачная для русского царя Петра Великого битва под Нарвой. В итоге была потеряна почти вся артиллерия. 30 ноября 1853 года состоялось Синопское сражение. Последняя крупная битва парусных кораблей. Русский флот разгромил флот турок. 30 ноября 1881 года умер Николай Муравьев-Амурский, губернатор Сибири, много сделавший для освоения Дальнего Востока. Каждый, кто хоть раз держал в руках купюру в 5000 рублей, задавался вопросом, а что за человек на ней изображен? Кто-то считает, что это император Николай I, кто-то, что Александр II. На самом деле это хабаровский памятник губернатору Сибири Николаю Муравьеву Амурскому. Он стал Петром I для Восточной Сибири. Он прорубил окно на Дальний Восток и сделал это так же радикально и самостоятельно, как царь-реформатор. Николай Николаевич происходил из древнего рода Муравьевых, которые, когда еще будущий управитель Сибири был юношей, успели проштрафиться. Среди декабристов было сразу несколько представителей этой фамилии. Николай в заговоре не участвовал, однако некоторый взгляд родственников разделял. Молодой Муравьев был категорическим противником крепостничества. Николай Николаевич пошел служить в армии. За несколько лет он успел повоевать на нескольких фронтах, но интереснее всего Муравьеву было на Кавказе. Я понимаю, почему Кавказ меня любит. Потому что я его люблю, со всеми его лихорадками и лишениями. Там я только мог развернуться, там я в своей тарелке. Однако ранение поставило крест на военной карьере. Муравьев уехал лечиться во Францию, где встретил свою любовь. Катрин Даришимон, которая ради мужа оставила юг Франции, приняла православие и сопровождала супруга в самых тяжелых сибирских походах. На гражданской службе Муравьев отличился сначала как губернатор Тулы. Император Николай отметил его резкий характер, управленческие навыки и перевел все еще молодого, 38 лет, Тульского главу в Сибирь. Богатый, но не обжитый край. Новый губернатор привез с собой новые порядки. Он начал активно бороться с казнократством, стал поддерживать тауку и свободную печать. Первыми, к кому в гости отправилась щита Муравьевых, были ссыльные декабристы, о чем недоброжелатели быстро доложили куда надо. Николай Николаевич старался привлечься в далекий край молодых администраторов. Он лично приглашал выпускников университетов к себе на ведущие должности. Поддержал Муравьев, несмотря на все противодействие Петербурга, и проект молодого моряка Геннадия Небельского, который брался изучить устье Амура и доказать, что Сахалин, который все считали полуостровом, на самом деле остров. Именно Небельской застолбил за Россией устье Амура и основал первые русские поселения на Сахалине. Губернатор лично вникал в каждый важный вопрос вверенного ему региона. Именно он руководил первыми сплавами по Амуру. Уссури доставлял поселенцев к Хабаровску, Благовещенску и Владивостоку. Условия были тяжелейшими, но неуемная энергия губернатора была сопоставима с той, с которой Петр рубил окно в Европу. Муравьев проинспектировал Камчатку, доложил о необходимости укрепления стратегически важного Петропавловского порта. Англии стоит сделать умышленно двухнедельный разрыв с Россией, чтобы завладеть им и потом заключить мир, но Петропавловск она нам не отдаст. Слова Муравьева оказались пророческими. Через пару месяцев после начала Крымской войны в Петропавловску пришла английская флотирия. Грепленный губернатором город выдержал штурм, однако выдержать повторную атаку уже не смог бы, потому горожане сожгли все укрепления, сели на корабли и отбыли кустью Амура. Их почти настиг враг, но англичане не знали, что Сахалин – остров, а пролив между ним и материком – сквозной. Там русская флотилия спаслась благодаря усилиям Муравьева на военном и исследовательском фронтах. Николай Николаевич правил Сибирью 14 лет. Край за это время преобразился. Границы расширились, появились новые города. Однако после очередного конфликта со столичными чиновниками, Муравьев подал в отставку и уехал во Францию. Там он и прожил до конца жизни, но регулярно в письмах и через личные связи интересовался тем, как поживает ставшая ему родной Сибирь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин